здорово прогревасты сегодня у нас залитик люблю я эти залитики вот а предыстория такая у этого ноутбука пришел чел и хочет сдать его на запчасти стандартная ситуация почему говорю хотите сдать на запчасти потому что говорит он сдавал сервис и там сделать не смогли сказали этот ноутбук только можно выбросить или сдать на запчасти когда такую фигню я слышу когда мастера то говорят мне становится сразу интересно я сразу хочу купить этот ноутбук но в данном случае я решил узнать поподробнее что конкретно с ноутбуком произошло на что клиент ответил что он что-то пролил там после этого пытался посушить потом включить и пошел дым дым и ноутбук выключился я ну ладно думаю понятно и все же я решил узнать него почему он хочет его сдать на запчасти может быть он уже новый купил либо действительно хочет ремонтировать либо ему ноутбук больше не нужен на что он сказал что ноутбук то в принципе нужен но ему тот мастер сказал что он ремонту не подлежит его проще выбросить я предложил ему сделать диагностику на что он согласился когда я скрыл ноутбук было немножко страшно к сожалению я не смог сделать видео не смог сделать фото того что было до потому что я не планировал записывать видео вот когда я скрыл этот ноутбук снял материнскую плату я увидел тут обширные белые следы это вот окислые и здесь вот был такой прогар вспученный текстолит здесь он был и здесь это говорит о том что было межслоевое короткое замыкание при подключении зарядника потребление не было на материнскую плату через зарядник 19 вольт приходила но дальше входных ключей или входных транзисторов напряжение никуда не поступала на плату то есть ключи были закрыты мы знаем что за любыми ключами навсегда идет зистор он идет r0 10 r0 20 маркируется ну очень короче я снял этот резистор и решил подать напряжение за за этот резистор и подал сначала 8 вольт и увидел тот самый дымок который как раз таки шел из этой вот области где был прогар испущенный текстолит вот здесь вот там еще был конденсатор в коротком замыкание его снял коротыш все равно не исчез никуда не ушел тогда я под микроскопом высверлил это место дремелем аккуратненько слой за слоем снимал все это выскабливал прогары вот сейчас вот вы можете увидеть как это выглядит под микроскопом все сейчас чистенько аккуратненько выскаблено в общем что я могу сказать после того как все очистили выскабили выскаблили аппарат у нас запустился то есть этот ноутбук без пяти минут который должен был быть выкуплен нами на запчасти оказался вполне себе живучий ну а сейчас контрольный запуск этого аппарата сейчас увидеть что все работает то я еще раз покажу вам вот оно место прогары высверлены и вот здесь вот шимка какая-то честно говоря даже схему не заглядывала нами не нужно все получилось сделать без схемы повезло можно сказать пожалуйста все работает никаких проблем кто здесь батя еще раз говорю изначально аппарат выглядел совершенно по-другому вот даже сейчас и верхнюю крышку вам покажу вот оно место прогара то есть реально шел дым все шипело да и здесь были кругом вот эти следы белые окисла окислившиеся элементы микросхемы все это сейчас отмыто то есть любому мастеру как у которого маленький опыт он посмотреть скажет ой да ну нафиг делать тут нечего а для меня это наоборот тут есть что поделать и этих аппаратов я повидал такое количество залитых окислившиеся которые реально подлежали ремонту и в некоторых случаях может быть даже в половине случаев ремонт оказался такой простейший что просто капец копеечный бывает конденсатор уходит и строили счет здесь конечно посложнее но тем не менее ну клиент ну тысячи в две с половиной станет такой ремонт может быть три не знаю сейчас посмотрим потестируем все остальное ну вот аппарат на самом деле на коры и 3 четырьмя гигами оперативной памяти и у него видеокарта gt 820 на 1 гигабайт может быть или на 2 то есть вполне неплохой аппарат такой в dns рублей 30 стоит по-любому хотел он его сдать нам за 2000 на запчасти в итоге сейчас получит рабочий аппарат снова и можно не бояться что он здесь дальше выйдет из строя то есть залитые аппараты хорошенько отмываются пропаиваются и все он будет работать даже если выйдет из строя его потом легко будет сделать ну в общем сдавайте ноутбуки в правильные сервисы всем удачи пока